трансляция включилась вот ссылка пожалуйста ссылка ссылка в чате пожалуйста отправьте ее кому нужно и пожалуйста кто-нибудь если можно поставьте ее на на facebook ну что начинаем поехали добрый вечер дорогие зрители добрый вечер дорогие участники время 7 часов 31 минута как обычно вторник и виртуальная сцена зеленый пояс начинает очередную проглав программу тема сегодняшней программы это серия требует одного из самых любимых авторов и по количеству пришедшего народу вы можете согласиться с тем что это действительно один из самых любимых авторов михаил щербаков которому скоро исполнится 60 лет с чем мы его поздравляем с наступающим и без лишних слов давайте начинать нашу программу сегодня есть несколько человек которые в программе участвуют первый раз один из них леонид хославский из торонто мне очень неловко начинать программу именно с него но я не могу не начать программу с 18 февраля вот лёня пожалуйста спасибо игорь за оказанное доверие на самом деле да это действительно первая песня михаила щербакова так по крайней мере приписывают этой песне и первенство восемнадцатый февраля ах оставьте вашу муку я не верю ах оставьте вашу скуку я не верю вашу муку дайте руку дайте руку и забудьте про мораль повернитесь вы к окошку там увидите дорожку где уходит понемножку восемнадцатый февраль я скатился со ступенек был букет остался веник нету денег нету денег и не будет как не жаль вы прекрасны дорогая я восторженно моргаю непохотно вспомина прилагаю восемнадцатый февраль восемнадцатая вьюга вновь меня сживает с круга восемнадцатой подругой вы мне станете едва пусть меня не хороводит ваша ласка в непогоде я брат бы да уходит восемнадцатый февраль восемнадцатая вот такой не позлобей а просто стал еще слабее и прикинулся плебеем романтичный как Версаль а тонуть я буду в спирте дорогая вы не спите я уйду вы мне простите восемнадцатый февраль ах зачем же нам тоската а весна уже близка так ах достать бы нам муската и разлить его в хрусталь я все раны золотаю я вас растаю пролетая я дарю вам золотая восемнадцатый хрусталь я все раны золотаю я растаю пролетая я дарю вам золотая восемнадцатый февраль Хорошо, Леонид, спасибо. Которого я приглашаю к микрофону, а приготовится Макс Голд. Добрый день. Щербаков, Михаил Щербаков как-то прошел мимо меня. Я вот на выходные слушал довольно много его песен. Ну, что Бог может ухватить стиль. Мне показалось, что Щербакова отличает некая такая иррациональность текстов, да и мелодии тоже. Что, конечно, придает песням особый шарм, но это мое такое мнение. Вот я сделал подборку, которая может быть похожа по стилю. Первая песня... Захар, отключите ли вы, пожалуйста? Первая песня про усталого казаха на стихе Ольги Гуляевой из Красноярска. Я спросил у Ольги, а Кинжеевой ли эта песня? Она сказала, ну почему, что у нас один бахет Кинжеев, казах, что ли? Ну, я ему самому спел бахету эту песню на одном фестивале в Пуэрто-Рико. Я, конечно, рисковал, потому что он довольно так относится, например, на другом поэтическом слете на Ниагаре. Он Сергею Полышевскому, замечательному поэту Извотову, устроил разнос за то, что он назвал казахскую степь черной. Но потом все равно дал ему первое место. Ну, я как бы рисковал, но ему вроде понравилась песня. Вот послушайте. С тоскою вселенской в библейских глазах Идет на работу усталый казах Идет на работу лучом освещен Коней ударяя, коней ударяя свистящим печом Стараясь не думать совсем ни о чем Идет на работу, идет на работу лучом освещен Работая, пишет на сером холсте Про древнюю Руси великую степь Безудержно яркий развесистый стих Он пишет его, он пишет его и немного Грустит, пока управляет великой страной Медуза мицелий разумный и ручной Снаружи контора, внутри автозак А в зрительном зале усталый казах Выходит в антракте, бук в буфете берет Бутылку портвейна, бутылку портвейна И маму зовет И дважды вступает в одну хуанху Казах не умеет без слова Вверху, внутри его экзюбилии Антуан Снаружи фольксваген стоит Тигуан На высях сознания Безумья и снег В душе развивается Юнион Джек Казах говорит ему лихий траот И много бутылок портвейна берет И пьет из горла их И маму зовет Стараясь не думать, стараясь не думать Совсем ни о чем Хлеща тигуана свистящим бичом Спасибо Вторая песня Я немножко в другом порядке хотел Вторая песня на стихи о его друга Алексея Цветкова Который в прошлом году умер в Израиле Песня называется «Присяга» Помните, Федор, тогдашних котов зеленых Как из-под кота стройной шеренгой шли Квантовые мышеловки на их знаменах В поле червленом дождем золотые швы Главный один над хвостей капитанский узел Вискос походный из котелка жуя Сильно сперва я у них на допросе струсил Когти, как сталь, изумрудная чешуя Вылежит дно и вторую банку откроет Сразу со мной по-военному стал на ты Глянет в глаза и сурово кто рептилоид Сами мы волки, сами, мол, вы крокодилы, а мы коты После в трансгалактическом их корвете На мониторах серебряных звезд помел Все передай слово Сваровскому Феде Сам не поймешь и не надо, а он поймет Кот, содержитель, как они были правы Выдержка ваша другой бы кликнул врача Я диктовал вам по памяти эти мявы Вывешкивали быстро в блокноте строча Каждую ночь в арбитральном тумане сером Корпус корветов в бисерны весь огне Разве забыть, как я был у котов курьером Судьбы вселенной висели в тот миг на мне Если позвольте чуть о своем, о личном Жизнь крокодила сумерки чита Я у них тут, почитай, неделю, как мичман Ночи на крышах курс боевого кота Дайте собраться с духом и пустим вскором Времени весь в Компадорске режим на слом Мы еще с вами споем эту песню хором Хвост офицерским затягивая узлом Хвост офицерским затягивая узлом Спасибо Спасибо, Володя А теперь все-таки к Щербакову Мы сейчас микрофон передадим в Европу У них там уже глубокая ночь И поэтому им бы желательно, конечно, поскорее отстреляться Макс Голд, пожалуйста Да, добрый вечер, спасибо За зеленым поездом не угнаться Вы переживайте на час события Я думал, что еще у меня есть час Оказалось, что Ну, поскольку мы все Это, так сказать, была обсессия, да Компалсив, обсессив Дизордер с Щербаковым в юности То вот такая пародия у меня сложилась На известную мелодию Помнишь, как недоставало нам безумие какого Утром солнце, как вставало, сразу пели Щербакова А когда садилась глотка, ты звонила из райкома Принеси еще мне водки, буду слушать Щербакова И бежал я, спотыкаясь, а слова и об аккорды И обратно брел, как заяц весь потрепанный, но гордый Шел к приятелю и другу, выпивал бутылку снова Знаешь, как мою подругу сильно прет от Щербакова А к подруге вновь вернувшись, не предчувствуя плохого Я застал их вместе в душе с Михаилом Щербакова Так от песен этих нервных, от его метафор звездных Я, конечно, стал ущербным, да уж это было поздно Все мои хмельные братья повели меня, погнали Из квартиры прям в халате, но заткнусь я едва И покуда не закован, всем и каждому кричуя Вы не бойтесь Щербакова, вы не пойте Щербакова Аллилуйя, аллилуйя Ну, такая неказистая пароль Вторую песню я спою Собственно, Щербакова Во славу Греции твоей Поскольку жизнь наша очень напоминает Одиссею Да, мы где-то путешествуем, плаваем в каких-то морях Вдалеке от, может быть, от каких-то бывших домов Ищем своих родственников Стремимся к своим истокам или Во славу Греции твоей И всех морей вокруг Десятикрылый наш корабль Мы назовем Арго Покинем здешние края И поплывем на юг Я буду править кораблем Ты будешь петь Марго По дивным песенкам твоим Которым сто веков По дальним картам тех земель Где что ни шаг, то миф Я наконец-то изучу Язык твоих богов Его хрустальные слова И золотой мотив Вода, в которой как тростник Архипелаг пророс Блаженством нас не одарит Но не казнит за то Она без крови горяча И солона без слез Ей не помеха наша жизнь Ей наша смерть ничто Спасибо Спасибо, Макс Мы из Германии перебираемся Из Испании перебираемся в Германию И слово Вите Левенсон, Дортмунд Добрый вечер Я очень хорошо помню Как началось повальное Буквально увлечение Щербаковым Не было, наверное, ни одного клуба в Сибири Который не пел бы Щербакова Но вот эту песню я Очень полюбила Но никогда не пела А вот только к этому Вот нашему Щербаковнику Я ее решилась спеть Очень я ее люблю Все скрылось, отошло И больше не начнется Роман и есть роман В нем все как надлежит Кибитка вдаль бежит Пыль вьется, сердце бьется Дыхание твое дрожит, дрожит, дрожит И проку нет врагам Обшаривать дорогу Им нас не отыскать Средь тьмы и тишины Ведь мы теперь видны Должно быть только Богу Домо видно и Ему Видны, да не нужны А где-то позади За далью и за пылью Остался край чудес Там человек решил Что он рожден затем Чтоб сказку сделать Чтоб сказку сделать былью Так человек решил Да и на поспешил И сказку выбрал он С печальною развязкой И призрачное зло В реальность обратил Теперь бы эту жизнь Обратно сделать сказкой Да слишком много дел И слишком мало сил А мы все мчимся вдаль Печаль превозмогая Как будто ничего Еще не решено Как будто жизнь прожив И все-таки не зная Что истина, что нет Что свято, что грешно И бесконечен путь И далека расплата Уходит в прочь печальный дуг Приходит забытье И для меня теперь Так истинно, так свято Чуть слышно я в ночи Дыхание твое Вот это одна песня А вторая Это, конечно, Что называется Где мои 17 лет На большом каретном Потому что язык Уже с такой скоростью Как пели мы Когда-то С незабвенной Покойной моей домпарнице По дуэту Юлии Гориной Которой, к сожалению Уже давно нет с нами Вот Так уже, наверное, вряд ли Получится Но я постараюсь Все-таки Крым Одна из самых популярных Песен Чербакова Так, секундочку Ну Ой, ну, правый же провал У Пелегриба Ой, везде он побывал Кроме Крыма Ой, полмира исходил Ой, полсвета Да как же Крым-то пропустил Да как же это Не пойму я Почему так все непросто Если хочется ему Очень остро От любви, тоски, долгов И погоста На желанный Дорогой полуостров Он всех женщин Разлюбил и вестимо Он все песни Позабыл Кроме Кима Но по-прежнему Душа уязвима И по-прежнему Тропа мимо Крыма И по-прежнему Она мимо моря И по-прежнему Судьба мимо лета Как же это По пути в Крематорий Как же Крым-то пропустил Но как же это Крым 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 Что это такое Это полуостров Такой голубая волна Голубая мечта Приголубит тебя Точно голубя И полюбит тебя И погубит тебя Любого И снова Ты над домом Над дымом Над Крымом Поднимешься вверх И вверху Облака Обласкают тебя О, если бы так А у нас метель метет Не иначе Как и ползет Весь народ И на карачках А ты хочешь Убежать от метели Да как же это понимать В самом деле Нет, все ползут И ты ползи осторожно Что поделать Головет Очень скользко Полуостров захотел Но это можно Правда, Крымский далеко Да близко Кольский Да что метель Куда страшнее Кривотолки Посмотри ты на людей Это ж волки И попасть на их клыки Очень просто И подниматься Не магит Ты выше роста своего Ползи ползком Преклоненно Здесь ни смерти Ни судьбы Не обманешь Если встанешь Упадешь Непременно Ну а уж Если упадешь То не встанешь Только как же Убедить пилигрима Если смог Все позабыть Кроме Крыма Ничего он Понимать Не желает Да все и так Он твою мать Понимает Просто Любит он Скитаться ужасно Просто Хочет он Сорваться Из дома Хоть к нечистому Хоть в пекло Хоть в омут Ну а лучше всего В Крым Ведь это ж ясно О Крым 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 Что это такое Это полуостров Такой голубая Волна Голубая Мечта Приголубит тебя Точно голубя И полюбит тебя И погубит тебя Любого И снова Ты над домом Над дымом Над Крымом Поднимешься вверх И вверху Облака Обласкают тебя О если бы так Спасибо Спасибо Ну и Если Крыма в оригинале Было мало Сейчас будет еще одна пародия Пародия будет сегодня С избытком Текст этой пародии Принадлежит Виктору Шнейдеру И Екатерина Александровна Попросила Попросила это спеть Она еще сама споет Чуть позже А пока Ой Ну Право же Провал у Толста Сума Ой Везде он побывал Кроме Цума Ой Пол Москвы Он исходил Пол столицы Только в Цуме Не сумел очутиться Путь не знаешь Так спроси у прохожих А он в ответ Да ты вглядись В эти рожи Ты их только Кто-то спрашивать Станешь Как тот чаш Упадешь И не встанешь Да что Дорога Я нашел бы дорогу Да только Уйду от родного Порога Как растрачу Всю наличную сумму В тот же час Не добираясь До Цума В магазинах Вышенебельных Самых И в зачуханнейших Универсамах В промтоварных Бакалейных Табачных Но конечно В основном В местах Сулачных И от образу От жизни Такого Я все песни Позабыл Щербакова Я всех женщин Разлюбил Кроме дочки Я вообще Дошел до ручки До точки Оставляю побуждения Благие Пусть отныне Ищут Цумы Другие Крюк Вбиваю В потолок Отцревший Над своей Головой Отдуревший Это раньше Я дерзал И метался А теперь Лишь бы Крюк Не сорвался И последнюю Моей Будет Думой Как же так Не мог Добраться До Цума Ой, Цум 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 Что это такое Магазин Московский Такой знает Каждый Дурак И не друг И не враг Просто универмаг И не более И душа Отлетит И душа Полетит Куда-то Крыла-то И над домом Над гумом Над цумом Подымется ввысь И обратно Хлоплись И в поиски Ну, надо же так Спасибо Сейчас я запущу Еще одну гостью И спою Еще одну песенку Шарманчик Мало ли чем Представлялся И что означал Твой золотой С бубенцами Костюм маскарадный В годы Когда Италийский Простор Виноградный Звонкие Дали Тебе Чужаку Обещал Ведь не вышло И музыка Не помогла Небо Померкло Поникло Дорога Размокла Даль Отзвенела И сделавшись Близко Смокла Смокла И оказалась Будто бы Вовсе Не видит Но в срок Призовет Ворожишь ли Алмаз Притворяя В графит Или чудишь Лубенцы Пришивая К одежде В срок Призовет Тебя Время Время Вот разве Что прежде Прежде Даст Оправдаться И только Потом Умертвит Мало ли кто Повторяя Концону Твою Скажет Вздохнув Что в Италии Эдаких Нету Каждый Крылатый Набев Нагулявшись По свету Та же Стремится К забвенью Как ты К забытью Не вздохнуть Невозможно Но верен Ли Вдох Браво Шарманщиком Меньше Шарманщиком Больше Все Кроме Боли Умолкнет И скроется Больше Больше Вечно Была И останется Вечно Как Бог Спасибо Я передаю микрофон Юле Облаевой Добрый вечер Две песни про дорогу Каким-то образом Связанные Далеко до срока До края далеко Налево дорога Направо дорога Чего ж ты хлопочешь Страдаешь Рыдаешь Иди куда хочешь И делай как знаешь Налево посел Направо Дубрава Иди себе влево Ступай себе вправо Гляди куда люди И двигай туда же Всего лишь не рассудят А я пойду дальше А я пойду прямо Ни влево Ни вправо Налево Все яма Направо Канава Кати в свою яму Лети к своей Даше Крути свою драму А я пойду дальше А дальше Все ветры Обвалы От косы И снова ответы И снова вопросы О боли и страсти О тьме И о свете О горе и счастье О жизни и смерти А слева и справа В канаве И в яме И деньги и слава И счастье Горостями Полы пахнут краской О снеге и слава И славе и слава И слава О жизни и смерти А утром чуть выйдешь Чуть выпленишь Даже В тумане увидишь Как я иду дальше Походкой твердой Шагаю по хлябе И весь такой гордый И весь такой шляпе А дальше все ветры Обвалы От косы Все выше ответы Все глуши Вопросы Все тьмой объяты Но, Господи, Боже Ведь если не я То кто же То кто же Если не я То кто же То кто же Если не я То кто же То кто же Спасибо В походных Своих забавах Среди свободы И диких пчел Охотник В густы дубравах Провел ты годы И вот пришел Большая Твоя двустволка Стоит прикладом Прильнув к стене Ждала я Тебя так долго Теперь ты рядом Я в огне Отсюда Как до Китая До тех неровных Твоих дорог Как чудо Твои скитания И ты герой в них У мой стрелок Пугай я И льва и волка Навстречу зверю Ты шел как князь Ждала я Тебя так долго Уж и не верю Что дождалась Поленье Платье ясно Тоска дорога Сел позади Мгновенье Ты так прекрасна О, заради Бога Не обуходи Смешная Кружусь без толка Да ну позволь же Припасть к плечу Ждала я Тебя так долго Зато уж больше Не отпущу Спасибо Замечательно Еще один участник Еще один дебютант В нашей программе Надеюсь что не последний раз Это Павел Циир Сан-Франциско Пожалуйста Здравствуйте Ну что ж Сори Чуть-чуть Нур-двест Гудки синева Крейсер не домен Наносец В руке Радист Репетирует Точка Тире Запятая Девочка Маша С берега Белой Рукою Все Сбор Домашут В ответ Самый Красивый Немаша Жаль Жаль А вот и не жаль Очень Ей нужен Красивый Пусть Он Утонет Геройски По псию Искатрю Вместе Ангелы Божьи Станут Ему Улыбаться Ей Что ли Плакать Тогда Вот еще Глупости Тоже Слез Грязь Чудес В решете Ей бы Теперь Не хотелось Ей бы Хотелось Пожалуй Что бабочкой Быть Однодневкой День Срок Недолгий Он Бы Пройти Незамедлен Ночь Бы Навек Трепетать Сердцу Ею Запретила Но Мчат Амур И Дунай Волны К По Иртийскому Небу Норд Вес Кудки Синева Сумасшедшая Соло Радиста Плач Плач О Сердце Ночь Миновала Бесславно День Не замедлил Прейти Ясный Холодный Враждебный Вот Ну и Вторую Песню Попробуем Вот такую Мы видим Как из стеклянных Врат на поле Где самолеты В ряд Выходит Некто На первый взгляд Весьма Невзрачного Свойства И пользуясь Темнотой Тайком Шагая По полосе Прижом В руке Несет Чемодан А в нем Взрывательное Устройство До взлета Десять минут И он спешит Безумно Тача Витон Он к трапу Ближится Возбужден Но бдителен До предела И лезет Крадучись В самолет И бомба В брюхо Ему кладет И прочь Бесслышно Лежит Как кот А дальше Не наше Дело Мы видим То, что Уйдет Этот глаз Людей Чего не узрит Подчас Контроль Имея Высокий Класс И чуткие Мониторы Зажегся Запад Или Померк Среда На свете Или Четверг Не дремлем Особые Сверхсекретные Спецприборы Нам Виден Каждый Депект Распад Диверсия Или Другой Разлад Но Мы Не Из Тех Кто Бьет В Напад И Мечется Оголтело На наших Самолет Застыл На Старте Как Он Крыла Раскрыл И Замер Будто Совсем Без Сил Хоть Выглядит И Сполином Слуга Моторов А Неречей Он Верен Боле Неважно Чьей Поскольку Ведает Связь Вещей А Насутную Лишь Машинам И Вот Почувствовав Эту Связь Он Дрогнул И Подался Кринясь И Вся Структура И Свелась И Радостно Загудел Взлетает Он Серебристый Нак И Бомба В нем Говорит Тик-так Момент И Все Покрывает Мрак А Дальше Не Наше Дело Вот Как-то Так Ну Как-то Так Спасибо Хорошо Надеемся Что Будет Еще Так Я С удовольствием Приглашаю К микрофону Катерина Александра Иоффа Это Будет Очень Интересный Эксперимент Сейчас Попробуем Катерина Александра Пожалуйста Сейчас Попробуем Но Сначала Главное Я попробую Представиться И Первое Что я Сделаю Это Отменю Отчество В Америке По Отчество Не вызывает Поэтому Екатерина Меня Вполне Устраивает Просто Я понимаю Не могу Себя Заставить Ей Богу Ладно Тебе Так И быть Можно Ну Что Я могу О себе Сказать Щербакову Исполняется 60 Мне Уже Исполнилось 83 Так Так Что Как Вы Понимаете Это Не Увлечение Моей Юности Меня Ну Приучил Приобщил К Щербакову Младший Сын Тот Самый Виктор Шнейдер Чью Пародию Уже Спел Игорь Только Что Причем Конечно Знакомство Начиналось 18 Февраль Так Что Спасибо Большое За То Что Эта Песня Была Исполнена С самого Начала И В своей Я повторяю Разница У нас Ровно Полколение Но С Щербаковой Я Влюбилась Можно Сказать Сразу И Остаюсь По сей День В Него Влюбленной Очень Люблю Его Песни И Сейчас Попробую Спеть Юбилейное Посвящение Странствующему Рыцарю Это Пародия Пародия Моего Сына Виктора И Как Написано Юбилейное Посвящение Странствующему Рыцарю К Десятилетию Онного А Написана Эта Песня В Девяносто Первом Году Надо Понимать Что Странствующий Рыцарь Появился В Восемьдесят Первом Ладно Попробую Что Получится Восемьдесят В Город Пыли Только Хочется Не Так Хочется Хотя Б Чтоб Весли На Край Земли Грузы Корабли Попасть Рыцарь Рыцарь Хочется Умри Рыцарь Только Тень Даже Меньше Тени Сами Рыцарь Живут Лишь Моих Мечтах От Макета Девных Рост Остается Венит От Красивой Сказки Лишь Привкус На Губах Вот Да А Ты Как Думал Спасибо Александра Тут Интернет Конечно Что Виноват Интернет Творит Непонятно Что И Более Менее Все Зависают Хорошо Спасибо Я передаю Микрофон Славе Рутману Город Рочестер Я даже не забыл Нажать на кнопочку Молодец Первая песня А Ну тоже скажу Что я Довольно поздно Пришел К слушанию Щербакова Вот Первое было ощущение Это Потрясающее чувство Юмора Этого человека Потрясающее владение Цитатами Вставки Такие Тонкие И легкие Невероятно И вот Значит Это Песня Которая называется Райцентр Мне ничего не надо Монета есть Магазин Под болком Правда Закрыли ближний Так это ладно Схожу в соседний Я не рубля Не должен Собес Урана Пока по срокам Я военкому Без интересу Мой формуляр Последний Дали квартиру В центре района С библиотекой Рядом В двух остановках От стадиона Ровно Напротив клуба Из дому Выйдешь Сразу Культура Передома Не задом Слева Скульптура Справа Скульптура Посередине Клуба В библиотеке Библиотекарь Мне не читавестиво Я-то понятно Токарь да пекарь Что голова Что шляпа А он прочел Все книги Сидит он Строго Глядит он Мимо Прямо король Ешпанский Завлет Губенский И римский Папа Знает он Всякий Кусинус Синус Разные Это науки Может помножить Минус На минус А получить Не минус Мой формуляр Мой формуляр Последний Мой формуляр Последний Он мой Фиги В мои ли руки Разум Король Ешпанский Ему И княги А я Подвинусь Пляшут На солнце Протуберанцы Зло Прекословит Благу А у Испанцев Гордость Испанцы Злу Отвечают Не ад Где-то Кому-то Камень На шею И в ледяную Влагу Оно До всей Юги Шпании Безоблачное Небо Безоблачное Безоблачное Я не полезу В трам Со своей Обедник Книга Здоровью Малополезна В ней Микроб И вирус Множьте Севетом Множьте Там Сами Грокус Нафикус Мой Формуляр Последний Масло Мых Маш Сечек Сами Гас Ешьте А я Подвинусь Мне ничего Не надо В квартиру Ехал Бубу И клею Хлеба До завтра Хватит Кефиру Вдовы Стреляться Глупо Из дому Вышел Ганн Из дому Вышел Гляну Моргаю Встану И прямо Млею Слева Скульптура Справа Другая Посередине Клумба Извините Немножко Сбивался Я Вот А вторую Я Вот Осмелюсь Спеть Свою Песню Как я Сказал Очень Понравилось Владение Вставками Цитат Извините Ради Бога Вот И песенка Которую Я вам Спою Свою Значит Она Как бы Изначально Построена Именно На цитатах На цитатах Из Детских Считалочек Которые Мы в тех Детстве Увлекались Совершенно Неожиданно Получилась Такая Политическая Серьезная Песня Вышел Некто Из Тумана С Гордым Видом Пиромана Из Кармана Без Обмана Вымыл Счастье Я Ключи Счастье Сел Завел Поехал Рассмеялся Сочным Смехом С Эчьим Эхом Сучьим Брехом Отозвался Лес В Ночи Ехал Некто Темным Лесом С Видом Полного Балбеса Мелким Бесом С Интересом Наблюдая Темноту В темноте Таились Звуки То ли Бяки То ли Буки При Прощании Жали Руки И Прости На Мосту Ехал Некто Через Реку С Гордым Видом Человека Имя Река Чьи От Века Истина Боять Слудить Сунул Руку Вынул Ножик Царь Король Портной Сапожник И не рожек И не ножек Выходи Кому Водить Спасибо 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 Слава Так Сейчас Песня Щербакова Будет петь дуэт Белый рояль из Торонто Таня Дрейзис И Миша Апсичер Пожалуйста Спасибо Всем здрасте Здрасте Всем Ну мы решили Что наверное Стоит начать С посвящения Михаила Константиновича И Вот Ему все таки Не удалось Мимо нас пройти Еще как не удалось Еще как не удалось Таня вон Всю израильскую Иммиграцию С ним провела Может быть Среди С его кассетой Среди вещей Которые она взяла С собой Была две кассеты Одна была Сборник И Никитина И Берковский И все на свете А вторая была кассета Чисто Щербаков То есть это был Это был очень важный элемент Это было лекарство От эмиграции Лекарство от многих бед Ну тем не менее Посвящение Михаилу Щербакову На этой цельности твоей На монолитности Той что всего-то и нужна Что для солидности Оставит музыка его Щербину Трещину И ты увидишь В экипаже Эту женщину Морской пейзаж Немой мираж С красивой бабочкой И трубача И скрипача Певца с шарманочкой Они шаманят И шарманят К бездне лицами Заговорить ее Пытаясь Небылицами Он одинок Он одинок Колдун Пророк Словарь под мышкою Создатель мира темных строк Но мы Не лишние Ведь кто-то должен Увидать его создание И оправдать И оплатить Все ожидания И снова музыка Не просит Объяснения А в объяснениях От тревоги Нет спасения Когда мелодия Взмывает Пестрой бабочкой К луне Холодной И щербатой И загадочной А теперь Первую песенку Мы споем Яверную Споем Юбилейную Но она Как раз Ко времени Ко времени Да Она Во все времена Ко времени А вот в этом Очень сильно Ко времени Написано В 85-м Аж году А нас еще Осудят А мы еще Ответим А нас еще Потреплет А мы Рябьи Сомкнем А нынче Годовщина И мы Ее Отметим Не правда Ли Как странно Как долго Мы живем Мы так Надежно Помним Мотив Нам Данный Богом Мы так Легки В движении Слетим Да Оглядеть Мы так Несмешно Ходим По Нынешним Дорогам Как будто Не мгновенье Но вечность Впереди Какие наши Годы Такие Ваши Песни А все Что с нами Было Забудется Легко А все Что с нами Будет Очертано На персне По персень Брошен В море По море Велико По море Необъятно Над морем Небо Звездно За морем Данный Век Над Берегом Покой По море Древлет Чутко И море Глишет Грозно И шум Его дыханья Нам Слышится Порой Бужайте Жен Украть Я Исполнившись Сусердия Творите Что хотите Покуда Хватит Дня От Длительного Счастья Покоя И Бессмертия Я Дал Вам С лихвою Да Нет У Меня Еще Не раз Эпоха То Радостью То Болью Но Полнит Наши Строго Наши Голоса И Будем Мы Друг Друг Дарить Своей Любовью Пока Своей Любовью Нас Дарят Небеса Дарят На первом круге Наверное все Да На втором Оставим еще парочку Ну вот Затащил Сейчас Одну секунду Мне еще нужно Подключить Вот Замечательно И Я приглашаю От микрофона Диму Клинбок Когда мы Познакомились Было лет 13 назад Дима Конечно Удивил Знанием И очень Очень Точным Исполнением Щербакова Не только Но Щербакова Конечно В первую очередь Дмитрий Клинбок Спасибо Игорь Ну это Лестное Представление Конечно Этого автора Я действительно Очень люблю С детства Хочу Две песни Показать В этом круге Одна из них К сожалению Довольно Пророческая Оказалась А вторая Очень хотелось бы Чтобы казалась Пророческой Сначала Обращение К герою Обе написаны Более 30 лет назад Я подарил тебе Прескверную страну О мой герой Она как Контурная карта И по ней Горизонтально Искосок Другой державы Не имел я под рукой Здесь нет дорог И потому Побег Немыслим Очень жаль Но это так Черты ландшафта Словно псы Куда не прахят Ни те же Что навстречу Что во след И пренебречь Не уповай Спасенья Нет Вновь Я Кровь Ты снови Снови Версты Монстры Синий край Твой Тебя я создал Но исправить Не берусь Моя рука Еще в начале Чем могла Тебя снабдила Пилигрим Мои пороги Озаренья Кандалы Облака Давно твои Побег Немыслим Но побег Необходим И два побед Лишь как плюстители Движенья Тут как тут И грохот в дверь Обезобразит Свой твой рассвет И на пороге Офицер Спасенья Нет Псы Жгут Хвост Шерсть Пасть Мускул Хрустнул Власть Есть Власть Туман Прозрачен Как намек На расставание Где-то там Горизонталь Пересекает Контур И наоборот И так Прости Тебя я создал Но исчез При этом сам Теперь не знаю Кто герой Кто автор Кто скорее умрет Кого из двух Судьба заметит Остановит Разумит И превратит Не то в пейзаж Не то в портрет Смотри Ты этого Хотел Движенья Нет Все Спит Ночь Как Смоль Только Тройка Даль Пыль Воль Ну и Следующая Опять же Очень хочется Натереться Что пророческая Песня Мое королевство Номер 3 Ах король Ты вождь Вождей И монархия Твоя Несокрушима Доблесть Гвардии Твоей По заслугам Не уступит Славе Рима Песня 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 Славь Песня Ах, король, ты чудодей и воистину себя увековечил Тем, что всех своих людей воспитал, образовал и обеспечил Каждый скромный господин от щедрот твоих блажен, жряв в достатке Сам у каждого в порядке, фрукты сладки и на грянке ярки Нет, не верю никому, верю собственным глазам, и то не очень Остров мой одет во тьму и порочен, люд и суд не правомочен Ни садов, ни добрых дел запустенья, не считая раздолья плуду Стольный камень почернел, кабаки царят повсюду Это мне за то, что храм я любил сильней, чем Бога Ах, король, ты друг детей, наследник твой достоин королевства Ибо твёрдостью своей он за гражданам известен с малолетством Он не плачет никогда-никогда, он не поёт и не смеётся Он мечтам не предаётся и зовётся человеком изо льда Нет, молчите, хоть о нём пожалеете, всё и так с кругов сместилось Сын мой бедный стал шутом и навеки растерял невозмутимость Там, на площади, без изброд и базар, и балаган, и гомон шумный Он и плачет, и поёт, и смеётся, как безумный Он и плачет, и поёт, и смеётся, как безумный Посему теперь прошу вас выйти вон и ждать у двери Через час входите смело, но меня на вашем троне не ищите Не найдёте Спасибо Очень редкая песня, ну, понятно Понятно, что редко её поют Это здорово Ну вот, мы начинаем второй круг Он будет короче И я тут вижу просто среди участников тех, кто, может быть, хочет ещё присоединиться к нам на третьем Вы мне в чат тогда черкните, ладно? Если кто-то хочет ещё что-то спеть, помимо участников, записавшихся раньше Так, мы начинаем второй круг И я снова приглашаю к микрофону Владимира Узланера Володя, ты здесь? Да-да, и здесь, я думал, будет ли они Очень много участников, 70 человек И просто не могу всех видеть Пожалуйста, Володя Да, спасибо Следующая песня Совсем новая На слова питерского Поэта Александра Крупинина Замечательно Совсем новая Пару-тройку недель назад Сейчас я включу ещё Называется На проспекте науки Сейчас, минуточку Восемь утра Ускакали на север Бананы по улице Щёрца В городе тихо не крикнет сова Не залает лихая собака Падает снег гувернанки Неспешно Выводит детей Пухлощёки Сонные дети По снегу Брекут Куда И зачем Непонятно Машу за шарфик Усатая Бонна И ведёт По проспекту Науки Причинно Идут не спеша Но и пискнет Не смеет Несчастная Маша Всюду Фонтан Из них Даже капля Воды Никогда Не пробьётся Морды Набычат Скульптуры Богов И героев Стоят Повсеместно Бедную Машу За шарфик Ведут Ей так грустно Что хочется Плакать Только мечты Незаметно Приходят Слегка Согревают Сердечко Вырасту Скоро Большая Большая Уеду Отсюда В Неаполь Буду Курить Сигареты Как Мама И пить Итальянские Вина Или Останусь Окончу Юрфак И пойду В президенты России Каждый Дурак Меня слушаться Будет Никто Не посмеет Перечить Деньги У всех Отниму И построю Тюрьму На проспекте Науки Эту Усатую Бонну Туда Привезуй И подвешу За уши Бонна Бормочет Немнятно Сквозь зубы Какой-то Стишок По-французски Как далеки От нее Вечеринки В ледой Бокал Ревизальта Ух Тяжело В этой Дикой Стране Где Никто Не Читает Монтейня Хочется Рвать И метать И девчонку Несносную Дергать За шарфик Где-то По северу Скачут Бананы Одеты В желтые Шкурки Море Балтийское Лезет На берег Камни Терзает Зубами Старый Дурак Адмирал Кандауров В тазике Топит Бумажки Кто Объяснит Для чего Мы приходим В мир Этот Столь Не Уютный Спасибо Спасибо, Володя Похоже, автор стихов Все-таки Щербакова читал Или слышал А слово снова Макс Голду Он еще не спит Что в чужом краю Что в отче На высоком небосводе Не увидишь ты Алмазов Ты кто их видел Впрочем При такой Какой погоде Счастье Капризно Даль Тревожно А жизнь Она И вовсе Одна Второй Не будет Рим С собой Взять Не можно Помаяч Пока что Возле В римске Не судим Рим Нисколько Не в упадке Он щебечет И хлопочет На расхват Идут Напитки Курс В порядке Биржевой Люд Заморский По руинам Резво Скачет Пальцем Тычь То, что Хочет Отчего Бы В самом деле Не скакать Пока живой За Столь Нир Цена Смешная Ты Пломбир Купи С изюма И Направься Вдоль Галькорса Юных Барышей Смущая Серым В клеточку Костюм Ах Эти Барышни Глазами Прелестными Своими Серьезно Моргают Так Прелестно Мы Умрем И черт Бас С нами А вот Что Случится С ними Совершенно Неизвестно На скамейке На скамейке Ренессансной У античного Забора Не забудь Что ехать Скоро И бесед Не проводи Что там За архитектурой Синьорина Что за флора Там Синьора Синьорина Как придется Жизнь Одна Второй Не будет Но пока Волтор На смолке Колокольчик Распоется Спасибо 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 Макс Слово Снова Витя Витя Левенсон Так Песни Которую Я сейчас Спою Конечно Мне петь Вообще Не положено По идее Потому что Уж Такая Мужская Песня Но вот Новосибирцы Нет Они все Молодые Они наверное Не помнят Тех слетов Когда Из этой Песни Устраивали Конкурс Одной Песни Выходили Люди Разные Исполнители Из разных Клубов Из разных Городов И пели Одну И ту же Песню А именно Настасью И выбирали Кто лучше Споет Настасью Такая была Популярная Песня Грех Было Сейчас Не вспомнить И не спеть Ее Так что Уж Вот так Вот оно И будет Как тебя он Лупит Как тебя он Бьет Как тебя он Любит Упаси Господь Ты ему Рогами Украшаешь Лоб Он тебя Ногами Спихивает В горох Не горюй Настасья Он на то И муж Яшу тебя Для счастья А муж Для прочих Нужд Он тебя Наладит За вчера И впрок Он тебя Наладит Вдоль И поперек А когда Устанет Крыльями Махать Под тебя Оставит Пойдет Отдыхать Отдохнет Широко Попадет В кресты Погоди Немного Отдохнешь И ты Драки И побои Это все Семья Она Остальное Существую Я Я приду С приветом Прокрадусь Тайком Расскажу Об этом Расскажу О том Согрешу Согрею Пламенем Души А коли Не сумею Сердце Не держи Счастье Быстротечено А горишь Навсегда Муж Тебе Навечно А я Наиногда Как тебя Он Губит Долго Ли До Беды Как Тебя Он Любит Бог Не Приведи Не Горюй Настасья Он На Той Муж Я Тебе Тебе Для Счастья А Муж Для Прочих Нужд Спасибо Я хочу Спеть Одноверно Самую Последнюю По времени Написание Из тех Которые Тех песен Щербакова Которые Звучат Сегодня Вот Кстати Если Можно Прорекламировать Щербакова У Его В последнее Время Появилось Три или Четыре Песни Написанные На Мелодии Жорша Брассанса Попробуйте Найти В Ютьюбе Это Ужасно Интересно Вот Но Это Все Таки Не Брассанс А Это Песенка Написанная В Девятнадцатом Году Она Называется Интермедия Двенадцать Такие школы Есть В Москве Не то их Три Не то их Две Элитной Марки Для сугубо Одаренных Меня В одну Из этих Школ Зовут Чтоб Лекцию Прочел Зачем О чем Не знают Сами Но Зовут Так Я Пожалуйста Схожу Да Только Что Я Им Скажу Какая Радость От Меня Помимо Грусти Они Же Молоды Насквозь Они Надеются Небось И Все На Лучшее А Это Чересчур Таких Не Очень Развернешь Я В Прошлом Тоже Молодежь Бывало День и Ночь Не Сплю Не Ем Надеюсь Беру Газету В сутки Раз В Гатете Ложь Как И Сейчас Но Я Вникаю И Опять Не Ем Не Сплю По Красной Площади Прожу От Нетерпения Дрожу Однако Слышу Лишь Порой Короткий Ропот Затем Короткую Больбу И Снова Тихо Как В Гробу Но Я Надеюсь Каждый Раз Как И Сейчас Ходил На Исповедь Пока Не Подглядел Из-под Тишка Платил Психологу Но С ним Когда Бедой Назвал Я Крым Случился Шок Я Уж Больше Не Платил Листал Историков Труды Насчет Источников Беды Нашел Что Главное Сумбурность И Обширность Мол Будь Поменее Размах И Крепче Мнение В Умах Сейчас Была Бо Держава Хоть Куда Но Время Думать Головой Иссякло Как Первый Мировой А после Думать Стало Некому И Нечем Остались В вечной Бедноте Одни Надежды Да И те Такие Смутные Что Дети Не Поймут Еще И Вы Смеют Чудак Все Это Знаем Мы И Так Читать Умеем Не Смотри Что Вундер Кинды Да И Не Сам Ли Ты Дружок Беде Способствовал Как Мог Тут Будет Пауза А Чересчур И Непособник Я Ничей И Плоскогубцев И Ключей Не Подавал Когда Закручивались Гайки Но Отзывается Стыдом И Вспоминается С трудом Погибла Лекция Хоть В школу Не Ходи Однако Все Таки Рискну Глаза Грядущему Взгляну В иных Глазах Оно Читается Изрядно Сегодня Школьник Он А там Уже Полковник Он И Сам По Школам Ходит Вундеркиндов Учит Жить Сегодня Влево Глядит Там Слева Девочка Сидит Не Сомневаюсь Что Зовут Ее Надеждой Надежда Ты Моя Беда Надежда Я Вернусь Когда Трубачат Бой Сыграет То Есть Никогда Спасибо Спасибо Так Слово Слово Юлия Облаевой Тоже Достаточно Старая Песенка Которую Пели Еще В университете Вы Все Знаете Подпевайте Все Чего Все Куда Оторвался Дерзал Метался Не Укращался А Укращал Долгие Годы Желал Свободы И Упрощал Себе Упрощал А Куда Даже Проще Кошелючек Тощий Барабан Дырявый Висок Седой Не Покрыть Славой Левой Левой Правой Барабан Кап Кап Простите Капитан Бравый Ты Отставной Она Она Была Готова За Мной Хоть На Край Света За Мной Хоть На Край Света Без Легкого Пути Да Вот Мешало Это Ах Круглая Планета Где Край Света Нету И Некуда Ити Я Ль не Говорил Ей Не Жди Мария Я Я Не Просил Ее Позабудь Она Смеялась А Ночь Не Кончалась И Вечно Оставалось Что-нибудь Нет Я Не Храбрый Нет Я Не Гордый Нет Я Не Добрый Я Очень Злой Не Покрыть Славой Левой Правый Капитан Бравый Доставной А Она Была Готова За Мной Хлык На Край Света За Мной Хлык На Край Света Без Легкого Пути Да Вот Мешала Это Ах Круглая Планета Где Край Света Нету И Никуда Ити Все Чего-то Правил По Местам Славил Распевал И Ставил Носил Шинель Бунт Не Возглавил Лед Не Расплавил Назвал Сына Павел А Дочь Нинель Эх Пилось Б Елась И Зачем Не Смелость А Мундир С Медалями В Нафталин Вовремя В дом Влезть Вот Моя Доблесть Клином Клин Братцы Клином Клин Душная Повесть Чьи Душная Совесть Ах Что Дальше Бог Весть Конец Какой Не Покрыт Славой Левый Левый Правый Капитан Бравый Лед Ставной А Она Была Готова За Мною Хоть На Край Света За Мною Хоть На Край Света Без Легкого Пути Да Вот Мешала Это Ах Круглая Планета Где Край Света Нету И Некуда Ити Сбилось Немножко Извините Спасибо Юля У микрофона Снова Павел Циир Сан-Франциско Да Спасибо Я тут Попробую Спеть Одну Пародию Но Там Много Букв И Аккордов Поэтому Я Если Собьюсь То Sorry Мы Буквы Подскажем Какие-нибудь Таня Таня пошла Купаться И Уронила Мячик Мячик Скатился В речку И Неспеша Поплыл По пустяку Таком Про Стоять И плакать Не было Даже Смысла Но Предположим Был Есть Предположим Повод Таня Стоит И плачет Речка Бежит Как Речка Мимо Идут Полки Мимо Лесов Гремучих Мимо Домов Незрячих К сердцу Прижав Приклады В небо Уткнув Штыки Вот Выступает Смело С краю Лихач Усад Водка Небось Во фляге В супке Небось Калач Через Плечо Винтовка Тожки Есть Тот Сам Таня Его Узнал И Уронила Мяч Так Они Шаг За Шагом Шли Умирать За Русь Мне Выстоять А плакать Я Жиду Смеюсь Речка Бежит К Речке Мячик По ней Несется Пули свистят Как дуры Дыры Плодят Штыки Рано Ушел Солдатик Вряд ли Теперь Вернется И Не попросит Сердца И Не Возьмет Руки Разве Что Раз в Полгода Почту Письмо Обронит Где Его Меткий Выстрел Новую Брешь Найдет Черт Его Не Обманет Пули Его Не Тронет Жди Его Жди Не Бойся Мячик Еще Плывет Может Быть Он Устал И После Кромешной Битвы Снимет Свеча Винтовку Водкой Заплет Калач И Поглядев На Небо Вспомнит Тебя В Молитве И Не Вернется Больше Тише Не Плачь Не Плачь Где Это Земля Дымится Сердце Сжимает Грусть Мне Б Пойти Напиться Вот И Пойду Напьюсь Таня Еще Поплачет Снимет Слезу Рукою Новый Придет Поклонник Петь Под Ее Окном Смелые Анфасы В Профиль Таня Ему Откроет Мячик Утонет В Речке То-то Мне И Смешно Если Бо Я Не Тратил Даром Свои Таланты Были Бо Чуть Поболе Нервы Мои Крепки Сделался Б Солдатом Выпился Сержанты Был Выглядишь Полковник И Вел Бо Сейчас Полки Я Же Напрасный Праздный Мне Ничего Не Надо Может Во Мне Смысла Может Есть Как Знать Мне Не Трашна Могила Мне Нежна Награда Право Чего Же Бой Что Же Сказать С ней Небо Светлей И Суша Ангелов Там Несчесть Ни По Твою Ли Душу Ни По Пою Ли Честь Спасибо Здорово А чей текст Нельзя узнать Это Никита Дорофеев Понятно Окей Кстати А Никита Он В Нижнем Новгороде Живет Или Он Перебрался Куда Окей Не Потеря Вопрос Разве Не В Москве Он Давно Не Знаю Может Быть Так Хорошо Едем Дальше Катерина Александровна Вам Слово Хорошо Мне Слово Я Слово Читаю Витин Реферат Щербаковский Реферат Номер 2 По Мотивам Песни История Людей Простите Пожалуйста Меня Слышно Наслышно Замечательно Ну Хорошо Тогда Продолжаю Читать Читаю А не Пою Потому Во-вторых Я Не Нашла Эту Мелодию А во-первых Вам же Лучше Давайте Я Просто Почитаю Начально Жив Потом Натурально Помер Мне Сила Больше Не дать Не взять Не вымолвить Не смолчать Со мной Не первым Случился Сей Весьма Заурядный Номер Пожалуй Что Не с него Мне вовсе Следовало Начать И так Великий Слепой Оглох Не доля А наказание Не может Больше Ни Посмотреть Ни Выслушать Ничего Сперва Еще Оставался Нюх Да может Быть Осязание Отбило Их Неизвестное Медикам Бурое Вещество Второй Я видел Его На перекрестках Шумного Града Мне Новый Гений Мерещился В его Кошмарном Лице Новый Глостер На ровном Месте Он Спотыкаясь Падал И что-то Невнятное Бормотал О матери И отце Не знаю Точно Больше Шайтан Учил Его Русской Речи В нее Он Вечно Мешал Латынь И греческие Слова Едва Ли В чем-то Еще Таком Когда-то Он был Замечен Но Слух Прошел Он Черный Волк Светлая Голова Его Кусали Клещи Лищи Считали Милитаристом Его Держали За своего Монархи И циркачи Бог знает Он был Отцом Стопцом Прославленным Гитаристом Бог их Вообще Разберет Бродяг Однако же Бог Молчит А теперь С намеками И цитатами Которые Тут Использованы Мне Сложнее Разобраться Но вы Люди Хорошо Знающие Товарищи Чербакова Отлично Поймете Какие Вечи Тут Намекалось Все Спасибо Я выключаюсь Спасибо Спасибо вам Спасибо Спасибо Виктору Так Хорошо Мы продолжаем И слово Славе Рутману Да Спасибо Я хочу Спеть Песню Не свою И не Чербакова А Одного Из моих Самых Любимых Североамериканских Авторов Проживающего В городе Ирлайн Штат Калифорния Алексея Кискачи Мне кажется Что Из тех Авторов Которых Я знаю Я не так Много Знаю Он Наиболее Близок По стилистике К Творчеству Михаила Константиновича Будучи Несколько Моложе Немного Моложе У него Там Такие Афликции С Русским Роком Наверное Есть Вот песня Которая Называется История Болезни Не верится, что радужно и тихо Сегодня мы отправлены домой Найдем в столовой сватью бабариху И вдоволь позабаемся с едой Пройдемся по скрипучим половицам Заглянем в процедурные листа Не на бестонг скучающим сестрицам Она предмет больничного листа Жизнь Это койка в больнице у моря Грохочущего за окном Ты скажешь, что можно гулять в коридоре Но я говорю о другом Мой брат, мне кажется, мы исцелились По крайней мере, врач сказал при мне Сестре Скажи, Тамарочка, на милость Зачем мы симулянтов держим здесь Зачем они целуют тебя горько Печали утолют твои я сам А эти черти занимают койки И в судно держат разноцветный хлам Сон это как по ночам нас катала Сестра Фракса дурный отсек Пока старый фельдшер не скажет устало Пора, молодой человек Мир это просто большая палата И ты самый буйный больной До тех пор, пока два веселых медбрата Тебя не поманят с собой Нас выписали рано утром вместе Но выдали по старому плащу С большой дырой на самом видном месте За это я завхозы не прощу Вдыхая ветер гонила с днём надежды Спускаясь к морю ракушки дробя Мы сбрасываем кожу, как одежды И входим в воду, как в самих себя Смерть это то, куда нас не пускали Ни доктор, ни медсестра И море волнуется раз, два, три Замерли мы навсегда, навсегда Спасибо Спасибо Просто в качестве рекламы Алексей Кискачи будет гостем Слёта Синей Троллейбос в июне Прошу любить и жаловать Слово дуэта Белый Рояль Возвращаемся к Щербакову Да, возвращаемся к Михаилу Константиновичу Вот эта песенка, которую мы сейчас собираемся спеть Она тоже довольно поздняя Она написана в 15-м году То есть 8 лет тому назад И это, в общем, воспоминания о студенческой юности Да? Да, похоже на то Но уже как бы в новых реалиях Да, написанной 30 лет спустя И вот, мне кажется, это очень хороший способ Оценить силу художественного воображения автора Если мы сравним наши студенческие впечатления Впечатления студенческой юности с его При том, что, в общем, ну что студенческие Ну общежития, ну влюбленности какие-то Ну лекции, ну там экзамены Ну у всех примерно приблизительно было одно и то же Но вот сказать об этом Да, и очень хорошо видно, насколько выросла Мастерство автора Во всех смыслах Да, за 30 лет Особенно философии Так, ребята, вы повисли Задумались о студенческом прошлом, наверное Да, что-то там Все замолчало Ну и вообще там холодно в Канаде, в Торонто Они там замерзли, наверное Похоже, что наш интернет не выдержал вступление такого Что-то у нас отключило Что-то у нас все отключилось Ребята, вы это самое Нас слышите, видите Слышать, слышим Слышите или нет Слышим, слышим Вот, теперь видим, все хорошо Поехали У нас вдруг вырубилось Вырубилось, да Хорошо Если опять вырубится, мы снова включимся Да, простите, если что, это не мы Что-то такое Значит, студенческая песенка Студенческая песенка 30 лет спустя Филевский парк Не ради спорта перед сном вокруг квартала три версты Ни за коробкой папирос дурных Ни пачеля кровопролития Но ради только красоты Я выбегал из общежития В объятия сумеречных грез И ангела земных Один из них, вернее, одна Не был ко мною обожать Но с нею мне воображалось Что злоба дня отменена Или что уже все экзамены безнадежные Не пойми про что Стала я нам удовлетворительно Или нам хорошо Я был не слеп и знал, что сам вижу Если доживу Как век пещерный не свихнет копыт Переходя в такой же новый Что полюбуюсь наяву Как птеродактиль дым головой На поднебесье посягнёт И ангела стеснит Я не в заморской жил стране Мне выбора не оставалось Это мною сознавалось Но признавалось не в плане Так прогульщику нипочём Понедельник школа Семья тюрьма с ума Так неверимо лишённый Что выжил он из ума Воскликнуть мог бы я теперь Когда уж поздно зоря Когда на север и на юг Сибирь Но и туда нельзя без визы Скажи, прелестница моя Зачем улыбкой моды лизы Ты мне внушала, что вокруг Цветник, а не пустырь Зачем прической Жанны Дарк Ты так в витринах отражалась Что туго мне соображалась Идет метро Филёвский парк Что за уникум Здешний сапиенс Режь его Распыляй Стирай с лица Всё он делает вид Что это к нему не относится В ответ кокетка не сполчит Но раньше чем поймёт вопрос Пожмёт плечами, дескать, мал ты был И лишь затем чело наступит Она ведь думала всерьёз Что понедельник и не наступит Ведь он и в племени наступал Пока не наступил И не раз ещё потом В пустых мерещились витрина Виденья с крыльями на спинах Но не сшивали и хвостом Быстро кончилась шоколадка Которую, уезжая из филей Мы купили за сорок восемь колей Или рублей Не самая простая песенка Мы стараемся спеть её помедленнее, чтобы она проникала Чуть-чуть гитару поменьше Она не включена, всё равно Это от возбуждения, Дим Это простительно, конечно Гитара возбудилась Гитара возбудилась, да Мы ещё одну, да, поём? Прощальную Поём Прощальную, в смысле она так называется Прощальная 2 Вчера и сегодня И завтра и после Почти незаметно Всегда неизменно Почти не начавшись Кончаются сроки Сюда уплывают Почти не дождавшись Попутного ветра В далёкие дали Они уплывают Почти не разведав Счастливой дороги Они исчезают Становятся сказкой Становятся пылью Но долгое время Мне видится в дымке Их белые крылья Вчера и сегодня И завтра и после Покуда живётся До синего неба До самого края До цели заветной Всегда неизменно Куда неизвестно Покуда плывётся Плывите, плывите А я вам желаю Счастливой дороги Попутного ветра И пусть вас почаще Обходят ненастья И бури жалеют И пусть ваши крылья Всё выше взлетают Всё ярче белеют Мы свидетели с вами В гостях У какого-то странного река И нынче между нами Обряды, обеты Законы, запреты Мы были чужими Мы стали друзьями Попутного ветра И пусть вас минуют Жестокие штормы Подводные камни И прочие беды Плывите, плывите И пусть ничего Не осталось в залоге Мы были друзьями Мы стали чужими Счастливой дороги И пусть разделяют Нас время И даже различная вера Но где-то в тумане В той дымке Где с небом Сливается море Быть может однажды Внезапно дождавшись Попутного ветра По странным законам По вечным законам Мы встретимся снова Мы свидимся вскоре Мы встретимся с вами Мы были чужими Мы были друзьями Счастливой дороги Плывите, плывите Мы станем другими Мы встретимся с вами Попутного ветра Спасибо Спасибо Он тоже старенький 85-го года Угу Так, и второй круг Завершает Дима Клинбок Спасибо Я тут вижу, что девушка моя Хочет сказать пару слов Можно её пропустить После тебя Девушка вперёд, если хотите Ну, как хотите Угу Ладно Ну, я попробую ещё Вказать два произведения Ну, Михаил Тщербаков Это, в общем, для меня Такая встреча с молодостью Каждый раз Когда Что-то такое Какие-то звуки Возникают Поэтому Следующую песню, конечно Очень бы хотелось Спеть дуэт вместе с Таней Но всё Всё время По разные стороны Зума оказываемся Безобразие Песня А хоть И тридцать первого числа И первого ватра И кто ли не него Загадочно Не то пора была Не то кипер была Кранки Как тратисканция Песня Не то честного Но летит он Кувыркаясь В воздухе По параболе Лобочип Столпа Всяк Молодой Да не всяк Старый Одного застолья Влекло другого Хором Кто бринчал Монельдой А кто гитарой И Тридцать первого А? 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 Это было про молодость, но я позволю себе еще одну наглость. Дело в том, что строчка «Чего не помнил 20, вдруг поймешь 40» меня заменимала примерно с 20 лет до 40, потому что я все пытался понять, что же должно случиться. Ну и в преддверии своих 40 лет предложил некоторый ответ с большим уважением к Михаилу Константиновичу. Музыку я взял у Юрия Купкина. Надеюсь, они оба меня простят. Понимаешь, это странно, очень странно, но начну, пожалуй, с корней свой рассказ. Двадцать лет для понимания очень рад, но и 40, по идее, в самый раз. Это я даю вам слово, прочитал у Щербакова и поверил в тот же миг без дураков, Что, как только стукнет 40, непременно, стану умнее почти как Щербаков. Да, как только стукнет 40, однозначно, стану умнее совсем как Щербаков. Понимаешь, это просто, очень просто, в жизни главное дожить до 40. Что не может уяснить молокосос, то взрослый дядя осознает смолбинка. Я всю жизнь мозги пытался знаний запихнуть побольше, Совершенно это было ни к чему. Приказнусь я к смыслу жизни ровно в 40. Ничего не понял, в 20, вдруг пойму. Понимаешь, да чего же будет клево, вдруг себя сорокалетним ощутить. Я без шуток благодарен Щербакову, что сумел эту строчку сочинить. Изучений и мучений буду я талант и гений, пониманием мироздания наделен. И тогда, конечно, весь без исключений, Женский пол вменям окажется влюблен. Девы тешат до известного предела, Только если вам порядка 20. Но когда наступит 40, верьте смело, Что предела уже будет не найти. Не могу никак понять я, почему ко мне в объятья Не бегут они с признаниями в любви. Но изменится все в 40 кардинально, И счастливая наступит сель-ави. Да, изменится все в 40 кардинально, И совсем другая будет сель-ави. Понимаешь, это громко, очень громко, Нам озвучил у Щербаков своих стихов. Атрибуты в 20 лет, свирелька тонка, Остальное все сплошная чепуха. Но когда мне вступнет 40, Стану я умен до зорок, И не буду больше туп и близоруб. И, видать, тогда от боя будет вовсе, От желающих любить меня под рук. Просто некуда деваться будет сразу, От мечтающих любить меня под рук. Понимаешь, это странно, очень странно, Это прямо когнитивный диссонанс. 20 лет для личной жизни слишком рано, Ну а 40 для нее прекрасный шанс. Можно вывода такого, почерпануть у Щербакова, Если на ночь почитать его стихов. Что достичь в любви везения очень просто, Дотянул до сорока и был таков. Да, достичь в любви везения нефиг делать, Дотянул до сорока. И галенастая шатенка-прижанка, И с балункой на волконке марсианка, Волчаливая смехмата-спиранка, И села провинциалка на фонтанке, И с ромашками те две, та, что с розой, И в ландо-баджит-бордой Роби-Шнайдер, И боргающая барышня с Дель-Корса, И из цумраковедения в заколкой, И из тех, что ночью не едят две дамы, И из других, что вибрируют скелетом, Через чур, пожалуй, черными очами, Продолжать перечислять или не стоит. Короче, в сорок лет неоднозначно Будут все они дарить свою любовь. Спасибо, Михаил Кузнецович, доброе утро. Спасибо вам. Замечательно. Так, слово просила Майя, пожалуйста. Да, спасибо большое. Я вас всех знаю, с удовольствием слушаю, когда случается такая радость. Удача на вас посмотреть и послушать. И то, что сегодня мы про Щербакова, это особая радость для меня. Но я хотела бы вас спросить, умолять даже, вас, тех, кто любит и знает Щербакова, не оставайтесь там, в своей молодости вместе с Михаилом Константиновичем. Давайте вместе с ним будем двигаться за ним, вернее. Не вместе, а за ним. Потому что из последних песен, я часто слышу, люди говорят, ну, последние что-то мне не зашли, не зашли. А вот старые, те, которые я в молодости слышала и пела, вот это да. Так вот, я вас очень прошу, послушайте, почитайте. Нет, любезный родич, огорчу по неволе, «Не забывал бы ты зимы» песни. Я благодарна Мише и Тане, что они спели вот из последних песен 15-го года. Давайте их тоже слушать и читать, эти стихи. Потому что это сегодняшний Щербаков. И нам, кому, если не нам, его сейчас оценить и благодарить за его поэзию, за его талант. Спасибо вам большое, Игорю, в первую очередь. Спасибо за организацию таких замечательных вечеров. Спасибо. Спасибо. Вот, значит, мы попробуем как-то следить. Значит, у нас такой подготовленный десерт. Хорошо бы, конечно, его начать с вишневого варенья, но вроде как никто не взялся. Австралию, Аркаши, нет, Австралию никто не спел. Разве что ты соберешься. Ну, я могу собраться. Я, в принципе, не очень собирался сегодня участвовать, потому что не был уверен, что у меня происходит. Но, как бы, могу и взяться. Ну, хорошо. Ты готов? Сейчас, две секунды. Значит, я сейчас проверю свой сетап. Хорошо. А давай мы сделаем так. Вот сейчас, Аркаш, давай мы сейчас пока еще пойдем по заявкам. Вот, а потом, сейчас пару песен их споем, вот, а потом мы попробуем добраться до Австралии. Был бы, конечно, Коля Вахрушев. Он там ближе, но не пришел. Ладно. А можно, вот, я тогда сейчас приглашу Юлю Аблаеву к микрофону? Студенческая прощальная. Так, Аркаш, ну, давай мы тебя наметим. Ой, стоп, стоп, я забыл. Да, Аркаш, мне наметить, да. Старое, старое, совсем подпевайте. Кончался август, плыл туман, Неслась галактика. По речке плыл катамаран, Кончалась практика. А мы навстречу по реке Шли на кораблике И рассуждали о грехе И о гидравлике. Сердечный гал, словесный хлам, Ни слова в простоте. С катамарана люди нам Кричали здравствуйте. Дай Бог вам счастье или чудо За скитанье. Но вы туда, а мы оттуда До свидания. Добра пора, туман труха В ада мудра в реке. А что мы смыслили в грехах, А что в гидравлике? Да не словечко в простоте Моя прекрасная. Какая чушь, зато хоть тема Безопасная. Мы все пройдем и обойдем, И впредь условимся. Зато за старое начнем, Не остановимся. Грехи, как камни из реки Сосет под ложечкой. Не отпускай мне все грехи, Оставь немножечко. Дал течь кораблик, Стал тонуть, стоял и протекал. Мы все спасались как-нибудь, Кончалась практика. Я же отпустил синицу вновь, Лая журавлика. Вот весь и грех, и вся любовь, И вся гидравлика. Зачем, чего там объяснять, Давно все понято. И неудобно как-то ждать, Когда прогонят там. Да не корабль, лети журавли, А мы бескрылые. Сокрой туман, катамаран, Прощайте, милые. Спасибо. Павел Цир взялся спеть «Волхонку», Она же «Марсианка». Да. Пожалуйста. Попробуем. Душа ухаба, Денега не гроша, Мозгу помехи и морозянка. А по «Волхонке» «Марсианка». Проходит мимо, не спеша, Ее осанка вся. Как нервный тик, Ее глаза, как две напасти. При ней балонка у луны и масти. И зонтик цирит, Электрик танцует, пляшет, Зонтик за плечом. Каблук побит подковкой звонкой, И тучи реют над «Волхонкой». Но «Марсианке» ни почем. Туда, где раньше был бассейн Москва, Она не смотрит и не слышит, Как все восходы и тяжко дышат. Включая дышащих, едва пушует олипень, Мокнет стар и млад, С нее одно глаза, как с гуся. Пойду в монахи, постригуся, Не то влюблюсь в этот лад. На «Марсе» ни жизни нет, И счастья нет. А если есть покой и воля, То для чего здесь чуть не воя, Торощусь тоже и послед. Пахнуть бы двести крылья, Обрести и полететь за ней. Королича, спасти себя от паралича, Неотвратимого почти, но ни гроша, Ни спирта, вот беда. И как взлетишь, когда не смтится, Пойти в бассейне утопиться. Так он закопанно всегда сидел бы дома, Пел бы свой дворок самим собой, Играл бы в нарды, Но дернул черт на баке, на барды, И на волхонку от волок. Зачем мне форум, я из ЦСКА, Зачем родился не в Гонконге, Идет бомханка по волхонке, Уже остуженком близка, Вон юго-запад с курки подомигнул. Гаудианс, альма-матер, Где столько раз, ища ворвата, Я заблуждался и тонул. А каблучок под ковкой, Зряк-зряк-зряк, Пахонка в двух мешках от ада, Пахонка и волонка держатся, Как она-то, А марсиака еще как. Одна надежда, Что вот-вот с высот разрезу в черный Свод небесный, К ней ударит свет ответственный, И согнется черный звон. Вот-вот. Спасибо. Аркаша, готов ли ты с Австралией? Похоже, что готов. Поехали. Вот как у меня гитара и голос по балансу. Хорошо. Отлично. Так. Мотор подъехал, Шузеземный фиолетовый, Я марку бы назвал, Да забываю постоянно. У него шатенка голена стая высела, С двери хлопнула, И все, и все, Только брызги из-под колеса. Странно, Вы как хотите мне странно, Ведь я почти уже любил ее За некоторой пафосочертани, Так сказать, И вообще-то выражение лица. Когда знакомишься на улице, Тирады о погоде не проходят, Встарели, как идея, Предпочитаю для начала выразительный Какой-нибудь вопрос Философического свойства. Например, Где я? Скажите, девушка, Где я? На многих действует, Ай-ка, хоть бы что ни удивилась, Как не удивился бы реаниматор, Или лицемер. Нет, я не жалуюсь, Я в принципе привык К тому, что мир бывает Невнимательным и черственным, Что благородным образцам Соответствует не шибко, Да и требованиям высшим Отвечает вполне Черт с ним, Не отвечает, И черт с ним. Но почему В таком количестве Во всяком переулке Изначально бесконечно И как по отношению ко мне? Еще я мальчиком все думал, Заведу себе зверька, А то их вон, Насколько скачет папа лям-да. Возьму в товарища Разумного жирафа, Муравьеда Или просто кенгуру, Я даже имя подыскал. Лям-да, Я назову его лям-да, Так думал я, Но детство кончилось, А бедный муравьед, Кто-то сегодня остается Невостребован, И скачет где скатал. Незнакомка номер два Уже тем временем Взошла на тротуар Фосфорицируя эрдея, И с моим ладник Хуже прежней, То есть лучше, То есть даже лучше всех, И очень кстати, Я ведь тоже не любой. Где я? Девушка, девушка, Где я? Не к вам, не к вам ли? Теперь уже совсем почти И испытываю что-то, Что по некоторым признакам Похода на любую. Ну, вот как-то так. Спасибо. Спасибо. Извините, Я по аватарке не всех вижу, Но вот, по-моему, Обладательница Телефона Самсунга SM G781 Хотела стихи Одной из песен Чербакова Прочитать как стихи. Пожалуйста. Unmute. Окей. Да. Всем здравствуйте. Да, я как бы Чербакова, Ну, я выросла с песнями Чербакова еще, Когда мне было номера годика Три-четыре, Я и слушала вы на бобинах Еще старых Его песни 80-х Будет готов Как бы От самых-самых первых, Конечно же, 18 февраля. И я знаю, Как бы, Вечное слово Как поэму, А не как песню. Я знаю, Что он потом ее, Как бы, Поставил на музыку. Но я ее, Как бы, Одна из тех вещей, Которую я знаю наизусть. Я практически всего его знаю. Наизусть очень люблю. Окей. У меня неподготовленная, Поэтому, если что, Я прошу извинить. Я бы спела с удовольствием, Что угодно, Но без гитары и без ничего Я, как бы, Не буду пытаться. Окей. Вечное слово. Из руин и забвения, Из пепла и крови, С законом любым вопреки. Возникает лицо, Появляются брови, Из тьмы Присыпают зрачки. И не нужно движений, Достаточно взгляда, Как все начинается вновь. Из безсонного вреда, Из слез и разлада, На свет происходит любовь. О, как странно, Да страстно бунтует, И мечется глухо, Невнятная гордость моя. И когда нас поет, В разделение духа, И волен противистоя. И напротив, Когда вдохновение плоти Волнует и застит глаза, Я нисколько не против, Не только не против, Напротив, Я полностью за. Спотыкается разум, Не в силах расчистить Конца и начало узнать, И как часто бывает, Что страшно помыслить, Хотя и возможно понять, И как часто бывает, Что смерть наготове, А тайна земли заперта, И опять остается спасение Слове, А прочая все суета. Полагаясь на слово, На вечное слово, И кроме него ничего, Обращаясь к нему, Как к началу земного всего И иного всего, Возвращаясь, Качаясь, Как судно к причалу, К великому слогу Творца, И чем более я Продвигаюсь к началу, Тем далее мне. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо всем За прекрасное выступление. Сначала это все читал, Читал сам, На некоторых концертах, Читал вот это стихотворение Как стихотворение, А потом сказал, Что зря это делал, Вот присочинил музыку, Но мне как стихи Это больше тоже нравится. Если кто-то, Ну, может аккомпанировать, Я с тобой сейчас Пою песню попозже, То есть любую, В общем-то из старых, Особенно которые никто там Может даже и не слышал, Не помнит, Как недоснятые картины, Или там, Кариатиды, Или там, Опилки, То есть я, Ну, в общем, Помню практически все его песни, Наизусть, Особенно старые. К сожалению, В зуме это вряд ли возможно, Это может физически быть. Зову! Меня Алена. Меня Алена зовут. Если кто-то, Может быть, Знает ли они до Шехтмана, Я его племянница. Он бар, Белорусс, Минский. Когда-то из Минска, А теперь живет в Нью-Йорке. Да, конечно. Можно я тогда Выполню еще одну заявку? Когда меня выключить, Правильно, извиняюсь. Ничего страшного. Выключай. А что везете, капитаны, Из далека-далека, А везете вы бананы, Ковровые шелка, Виноградное варенье, А на шуи барбарис, Самоцветные каменьи, Мандарины и маис. Капитана ждет Монтана, Боцман бывший армянин, А кого-то ждет Квиана, А кого-то ждет Бенин, Но транзиты тормозните, Мы покурим табака, Вы его мне привезите, Из далека-далека. Да, 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 да. Боцман брось свои сомнения, Подождет твоя Армения, А за Курика лучше нашего, И ни о чем судьбу не спрашивай. Бабель-Мандевский пролив, Бабель-Мандевский пролив, Ах, лишь бы знать, Лишь бы ждать, Лишь бы жить Из Патагонии в Шанхае, Из Барселоны в Парагвай, Куда-нибудь лишь бы плыть, Лишь бы плыть А ну и что, что вы на севере, а я сейчас на юге И забудь, что где-то есть на свете льды, метели в юге Высоко в горах белеет снеговая паранжа А я сижу в оранжере, попивая оранжа Эх, на воле, на просторе, что ж ни жить, ни поживать И на лучшем в мире море ко мне с берега швырять И ни уюта, ни постели мне искать не нужно тут Две невесты мне из Делисона доста на письма шлют Лай-лай-лай-лай, лай-лай-лай-лай-лай-лай Я вам адрес дам и индекс дам Вы напишите им на Индостан А чтобы вечно было хорошо Но не со мной, с кем-нибудь еще Бабль-Мандевский пролив, Бабль-Мандевский пролив Ах, лишь бы знать, лишь бы ждать, лишь бы жить И на гадане навсегда Бог весть, куда, но не беда, куда-нибудь Лишь бы плыть, лишь бы плыть А захотим и очень скоро бросим море, бросим всех И уйдем далеко в горы и поднимемся наверх И помолимся колдуньям, а особо молодым В ус не дунем, сверху сплюнем, над ущельем подстоим Кое-чем друг друга спросим, утвердительно кивнем Быстро мостик перебросим и по мостику шагнем Что хотим, то выбираем, как устроен этот свет Может, мы дойдем до края, ну а может быть и нет А потому что нет гарантий, нигде и ни на что Потом не вспомнишь, где стоял и кто толкал, и кто держал А клемаешься в миру, где не знаком тебе никто И не поймешь, как ошибался, а решишь, что было бы А ну и что ж ты на юге, а не дай бог, вдруг чего И вот кругом тайга пургая, хоть умри не убежать Раз леса много, значит должен кто-нибудь рубить его И будешь ты его рубить, и кочанеть, и подыхать И тоже вроде бы обвал, и все чисты невинны, сплошь И никого из окружающих не упрекнешь вовек И этот кажется неплох, и этот вроде бы хороший Сам мне тоже вроде добрый, милый, честный человек А вы бы, между прочим, ужаснули, поглядели бы на меня Когда я финики казенные со складу воровал И вы бы, между прочим, ужаснулись за меня Когда я их потом втридорого на рынке продавал Как пробивал я эти шалки, несчастные рубли И сам в одиночку за углом, бутылки пряча под пальто Вы были бы счастливы, что сами до такого не нашли А потому что нет гарантии нигде и ни на что Ну где у вас гарантия, что хлеб, который ели вы Не будет завтра вам, как неоплатный долг, зачтен? И где у вас гарантия, что хлеб, который ели вы Не будет завтра проклят, заклинен и запрещен? Вот так живем, покуда честные, до первого ущелья До первого обвала, так чтоб раз и навсегда А что на юге? А на юге много места для веселья Там горы, пальмы, чайки, солнце, воздух и вода Баб-Эль-Мандепский пролив, Баб-Эль-Мандепский пролив Ах, лишь бы знать, лишь бы ждать, лишь бы жить Из ниоткуда в никуда, из ни оттуда в ни туда Куда-нибудь, лишь бы плыть Лишь бы плыть Из ниоткуда в никуда Из ниоттуда в ни туда Куда-нибудь, лишь бы плыть Лишь бы плыть Спасибо Так, ну вот, с заявками вроде разобрались И была еще такая автозаявка от Белого Рояля Которому и слово Здесь накануне у нас был клуб, который назывался «Предсказания» «Предсказания и пророчества» «Предсказания и пророчества» И Щербаковской песни, какую не возьмешь, все предсказания до пророчества И это, в общем... Кстати, вот тут Бабенель Мандель Да, это свойство, свойство и неотъемлемое качество большого поэта Гигантская, совершенно фантастическая пророческая сила Причем через совершенно сумасшедшие интервалы времени Вот эта песня, которую мы собираемся петь, называется «Песенка министров» И написана она была в 89-м году То есть 34 года тому назад Ну, послушайте, как она звучит сегодня Итак, друзья, какие будут мнения, пришла пора лишь решать без промедления Сегодня же я должен наши выводы представить королю для общей выгоды А он в делах военной безопасности всегда вникает в мелочи и частности Поэтому держитесь без пристрастности, секретности, конкретности и ясности Войны, конечно, нет и не предвидится, но так писать нельзя, король обидится Напишем, не утратив должной смелости, что есть война и войско наше в целости Плевать, что мы цивильные чиновники в бумагах Мы всесильные полковники Напишем, что приложим все умение, чтоб разогнать машину наступления Машина никакая не завертится, но так писать нельзя, король рассердится Напишем, что в виду решения твердого мы выступаем завтра в полчетвертого Мы в тактике, несмыслим и в баллистике Зато весьма натасканы в лингвистике И главный фокус в том, что мы действительно решенье Соблюдем неукоснительно, но войско Пусть ведет кто по бездарнее, мы выступим Прекрасно и без армии А чтоб поднять значенье марша нашего Присвоим мне к примеру Чинфельдмаршала Известен я И ревностью и честностью нельзя Пренебрегать такой известностью Король мне доверяет, как родителям Я буду вам достойным предводителем В итоге, не творя вреда родной стране Мы высадимся где-нибудь на острове И там, перемежая труд весельем Мы будем заниматься земледелием Отваживать туземцев от язычства И ждать, пока помрет его величество Или когда он спятит окончательно Что более вероятно, но менее замечательно Ах, если бы так Спасибо Спасибо Ну что, Дима? Ну я могу, да Попробую некую автозаявку Или скорее заявку Майи Которая нас всех призвала Держать руку на пульсе Тотчества Михаила Константиновича Последних лет Ну это, этой песне, по-моему, лет десять Но тем не менее Опять торговец Бумажным счастьем Свой короб носит по дворам И ручку крутит На всем приморье Туман с ненастрем А он на радуках поет Должно быть, шутит Кромешный смуг На город лег В борту заторы А счастье что ж Все только ложь Где света ждешь Все шторы Бумажной чушью Шутник торгует Распелся что твой Зазывало перед пьесой Как будто знает О чем толкует Хотя сюжет И от него Закрыт Завесой Катерин Шарман Туман 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 В борту Ненастном За грош собрав Дорогаш Неправ Но спев Сыграв Воздаст Нам Одна Музыка Товар Тешевый Товар Его кто разве что Ничуток тот не слышит Она Предцветом Покров тяжелый Пускай не снимет Но всколемлет И всколышет А что там за ним Конечно Крым Конечно Бухта Катерин Шарман Шасмин Шафран А не Туман Как будто Покров Сомкнется Шасмин Зарянет Шарманку Выбросив Торгаш Освоит Людню В чем Соль сюжета Яснее станет Но дым над гаванью Растает Сам К полудню Условный знак Пришлет Маяк Моргнув Из Крыма А ровно в час Придет Баркас На этот раз Не мимо Все дело в нотной Беспечной строчке Не ты поладишь с ней Она с тобой поладит Расчет по курсу Конечной точке Да разве только что Ничуток Тот не платит А Крым ли там Или Амстердам Марсель Калькутта От сель до толь Все только соль Да соль бемоль Как будто О-а-а… Там Тот Да соль бемоль О-а-а… Ну что… Есть еще желающее? или мы будем просто вот скажем, что это была точка. То есть Михаил Константинович не исчерпаем, как и атом. Как нефть. Но исчерпаем и мы. Да, это да. Ну хорошо, давайте тогда мы на этом закончим. Вот, идем, может быть, немножко голодными. Сейчас, так, какие-то нужно традиционные слова сказать в завершении. Спасибо организаторам. Большое спасибо всем, кто пришел послушать. Большое спасибо всем участникам. Мы собираемся здесь через две недели, 28 марта. Еще один юбилей автора, можно я так скажу, что в какой-то степени противоположного Щербакова сто лет исполняется Михаилу Анчарову. Значит, очень немногие, или сравнительно немногие поют песни Анчарова, поэтому решили мы сделать так. Программа будет называться «Теория невероятности». Мы поем не только песни Анчарова, но песни о всяких невероятных событиях, случайностях, счастливых совпадениях и так далее. Если кто-то хочет почитать прозу Анчарова или стихи о том же самом, пожалуйста, напишите мне. Объявление про ивент в Фейсбуке будет завтра. Ждем всех в гости. Сейчас большое спасибо. Я остановлю трансляцию.